Участники праймеры с 2016 продолжают знакомить общественность со своей предвыборной программой. 28 сентября в столице ДНР состоялись брифинги глав поселковых администраций Александровка и Луганская, а также ПГТ Ларина и города Моспина. Власти прифронтовых поселков Александровка и Луганская, расположенных на западной окраине Донецка, оборудовали бомбоубежища на избирательных участках на время проведения предварительного общественного голосования. Как рассказал глава Александровки Константин Чалый, помещение, где будет проходить праймерис, как раз приспособлено для проведения голосования. Это школа с толстыми стенами, в которой расположено бомбоубежище на 120 человек. Оно оборудовано биотуалетом. Кроме того, на случай обстрела там хранятся теплые вещи, постельные принадлежности и питьевая вода. Также он сообщил, что в прифронтовой зоне Донецка растет количество избирателей, в том числе из Украины. С начала боевых действий в 2014 году Александровку покинуло порядка 50% населения, но в 2016 году люди начали активно возвращаться в поселок. В 2016 году люди начали возвращаться. На данный момент порядка из тех 50% вернулось, которые покинули поселок, вернулось 30% примерно. Люди начинают возвращаться в свои жилища, восстанавливаться как-то. Но еще наметилась тенденция, началась миграция людей под контролем украинской территории. В частности, в Солновахе люди едут, едут с Маринки, с Красногоровки. Именно переселяются у нас поселок, несмотря на то, что он в зоне боевых действий находится, тем не менее. С этим согласился и глава администрации поселка Луганское Артур Лысенко. На данный момент люди возвращаются и уже у нас где-то 1250 человек. Это люди те, которые возвратились в свои дома. И у нас есть тоже люди, которые проезжают к нам со стороны Украины, с близлежащих сел и приезжают к нам и живут у нас. Кандидаты на праймерис в Моспино предложили в первую очередь решить проблему восстановления города. Об этом рассказал один из них, исполняющий обязанности главы администрации города Михаил Меренков. Сегодня, согласно программам восстановления, мы работаем в этом направлении. По первому ударному этапу у нас 52 в настроение попало. Также, как и коллегам, могу сказать, что основные проблемы города – это в основном коммунального характера, это и дороги, это и освещение частного сектора, это и транспорт, это и та же газификация тоже в том числе. Но все эти проблемы мы знаем, работая полномерно и отрабатываем в любом мире поступлении. Он уточнил, что его оппоненты также ставят во главу угла проблему восстановления города. Актуальными остаются проблемы ремонта дорог, газификации, освещения улиц частного сектора. Агитационная кампания перед праймерис в Донецкой Народной Республике позволила определить проблемы граждан, которым впоследствии нужно будет уделить максимальное внимание. Так считает кандидат на должность главы администрации поселка городского типа Ларина. Действующий его руководитель Лариса Егорова. По ее словам, в Ларина и близлежащих поселках немало проблемных вопросов, требующих безотлагательного решения. В их числе также состояние дорог, газификации, водоснабжения, трудоустройства молодежи. Главная задача – максимально приблизить условия проживания посельчан к городским. Я бы в свою программу обнесла именно вот это, чтобы жители поселка Ларина чувствовали себя, жители города Донецкой и имели все какие-то блага, которые есть в городе. Ну, это, конечно, и дороги, и газификации поселка, и водоснабжения, и освещения, и все, что детские площадки, все, что есть в большом городе. Мы хотели бы, чтобы у нас в поселке все это тоже было. Она также отметила, что формат предварительного голосования в Донецкой Народной Республике предполагает совершенно новую избирательную систему, при которой жители имеют возможность формировать команду управленцев для каждого города или поселка в отдельности. По мнению Егоровой, впоследствии это позволит эффективно добиваться роста уровня жизни в населенных пунктах. Субтитры создавал DimaTorzok